Хорошо. Я вчера смотрел видео, там священник, он рассуждал о том, что, дескать, другие люди, ну, о том, что можно ли молиться за других. И вот он там говорил, что, как бы, праведники, он может взять на себя чужие грехи. Вот. И мне показалась такая формулировка очень странной, потому что, видимо, грех на себя может взять только тот, кто непорочный, тот, кто не приговорен, да, к смертной казни. Вот. То есть, это Иисус Христос. Он может взять на себя грехи. Другие никто не может. Но мы знаем, что Моисей там, например, то есть, праведники, они могут, как бы, ходатайствовать, да? Вот как тут правильно? Ну, как вот вы говорите, так и правильно. Апостол Павлович говорит, и молитесь обо мне, дабы по ходатайству многих я был возвращен вам. Вот как раз, наоборот, то святой, самый великий апостол опросит обыкновенных прихожан. И никто нищий, возьмите, возьмите, что в скорби, когда у человека трудность какая-то, там, погорел он или что-то. Носите бремена друг друга. Вот это написано, но не грехи. Един свят, един Господь, могущий простить грех. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие Теанна 1, 29. Другого нет. Это священник, который так говорит, он никакой. Он Евангелие не знает. Но это считается нормально, православное, как смирение. Главное, что всех люблю, никого не осуждаю. Без пробела. Одним словом пишут. Весь ответ. Никто, никакая религия, хоть она миллиарды людей будет иметь, нигде нет спасения, кроме во Христе Иисусе. Я Бога, и нет иного. Он спаситель мира. Пророки предсказали это. Особенно Исаия, 53 глава. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1, 7. Просчитайте сейчас. Первое послание апостола Иоанна. Послание, не Евангелие. Первая глава, 7 стих. Притом, два условия должны быть, чтобы прощены были. Два. Ибо три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святой Дух. И три суть едина. Так, подождите. Вы еще читаете. Первое послание Иоанна, 1, 7. А, 1, 7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Все. Кровь Иисуса Христа очищает не от одного, а от всякого. Для всех. И при том два условия. Первое, что когда мы живем во свете, как Он во свете. А это возможно только для рожденного свыше, имеем общение друг с другом. Вот мы имеем общение друг с другом. Беседуем, молимся, задаем вопросы, знаем нужду друг друга. Вот это условия необходимо соблюдать. А не так, что я залезу куда-то в дупло, такие святые были, или затворник где-то. Нет такого. Господь всем сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка 16 глав, 15 стих. Все тут. Без пролития крови нет прощения грехов. Нет. Я Господь, и нет другого. Я Спаситель, и нет иного. Все во грехах родились. Если чистое от нечистого, не один. 14.4 Иова. В беззаконе зачатия во грехе родила меня мать моя. 50-й Псалом, 7-й стих. И он един в свят, един Господь Иисус Христос. И никто не может открыть эту книгу. И я много плакал. И тогда явился этот агнец, как бы закланный. Вот сейчас эти печати начинают сниматься. 6-я и 9-я главы. Откровение вплотную подошло то, что совершается в Израиле. Израиль подойдет к полному краху и внезапно восстанет. Игнатий Тихонович, у меня тоже вопрос есть. Давай. Бытовой такой. Давай. У нас, получается, вот мы с мужем, у нас трое детей. И мы дома брать ипотеку и в дом переезжать. А мои бабушка и дедушка, они очень настаивают на том, чтобы... Ну, они старенькие. Они говорят, вот, живите у нас. Потому что дом все равно там на меня записан. Дедушка его завещал мне. В общем, они очень настаивают, чтобы мы жили с ними. Я вот не знаю, как поступать. Правильно ли? Живете где? В квартире. В местность? В Краснодарский край. Краснодар. Ну, Краснодар. Ну, они-то говорят, старики-то, по уму все. Так всегда раньше и было, чтобы были вместе. У вас домашняя церковь. Это самый лучший выход. И раньше никогда не было, чтобы молодые отделялись. Это редкость была уже, когда, ну, в одном доме уже не помещаются. Три сына женились и все еще вместе. Большие дома строили. Мне просто еще, знаете, смущает то, что они, получается, вот неверующие. И очень тяжело разговаривать. И я даже не представляю, как можно тогда жить вместе. Ну, а не вам препятствуют молиться, заниматься, Словом Божьим? Ну, нет, не то, чтобы препятствовать. Все время, знаете, потакают, там что-нибудь случится. Вот, и где же твой Бог? Вот так вот. Ну, хорошо. Но если вы там с ними будете жить вместе, будете не в моготу, уйти вы можете? Можем, конечно. Ну, просто, а смысл тогда? Вот мы сейчас живем отдельно в квартире своей. Ну, и живите, раз уже такое дело не расположение-то. Не насилуйте себя. Живите отдельно. А им невозможно, тогда их возьмите к себе. Тоже хороший вариант. Надо быть ближе друг к другу, тем более уже немощные они. И глядя на вас, на вашу истинную христианскую жизнь, они могут подвигнуться. Понятно. Благодарю, Игнатий Тихонович. Слава Христу! Так, больше никого нету? Все, отхожу. Слава Христу! Слава Христу! Слава Христу!